Простейшая задачка. Не ковырять дырок из собственного имени. Увидеть эту пустоту как форму. Погрузить эту форму в пространство. Создать красивую композицию, которую не стыдно повесить в камне. Ну что еще нужно сказать, чтобы вы не делали то, что вы делаете. Поэтому все сначала. Яблоко А. Нет, а что здесь? А здесь просто? А почему он не помнит? Ну вот это локатики к лекциям предыдущих поколений. Сейчас тоже кто-то начал делать. И что называется, почувствуйте разницу. Сейчас просто тут экран обличает. Парадигмы. Мы их еще даже на выходе из осенних лекций быстренько рассмотрели. И продолжаем повторением общения. О том, что парадигмы – это система взглядов на мир. Это такая классическая концепция. Такая оптика. Ну вот это задание очень простое, казалось бы. Увидеть пустоту как форму. Увидеть, что у буквы есть внутренняя красота. Не только внешняя, но и внутренняя. Нет. Нужно наковырять эти дырки и обязательно на три части порвать. Ну буквы вы же не будете рвать, когда вам задали из композиции, из букв, собственно, имени. Никому не приходит в голову, взять и оторвать там точки от «ё» или вообще буквы пополам. И потом, а что портрет. Это не просто… Сейчас мы посмотрим вам в лицо. Это не просто абстрактная композиция, хотя она должна быть абстрактная. Ну и с некоторым… Здесь уже совсем как бы такой перебор с литературностью. Тут просто из четырёх букв стихи выложены. Трудно ожидать от всех. Хотя там один плакат сделали, к лекциям поймали фразу и сделали там целый плакат. Альшлаг, альшлаг. Дизайнер должен быть поэтом. Так вот трудно от всех требовать, чтобы вы были поэтами. Вот передать что-то, хоть что-то, вот, воплотить в этих абстрактных композициях от себя, а не просто гонять квадратики и треугольники. Попытаться можно. Вот тут просто иллюстрация. У зим бывают имена. Одна из них звалась Наталья. И было в них сияние тайны и холод и глубизна. В ней сияние тайны и холод и глубизна. Елена звалась зима. И Марфу, и Екатериной. И я, порой зимний, длинный, влюблялся и сходил с ума. И были дни, и падал снег, как тёплый пух зимы туманной. А эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех. А это цирк того танцов. У некоторых сложные имена, да. Быстренько вспоминаем про три типа эстетики. И, соответственно, вот про три исторических дваста уровня слоя нашей профессии, которые, словно, мы так называем классикой, модернизмом и постмодернизмом. И так вот схватываем в таких образах пространство. Красоты красивой, когда фон и пятно растворяются друг в друге, образуясь серебро. И всё это ставится на центральную ось. Симметрия определяющей композиционный закон для классики во всех видах и жанрах. И типографика здесь не исключение. Эстетика целесообразности, модернизмская парадигма, где разумная красота, форма следует функции, конструкции, технологии и так далее, изнутри и наружу. И это эстетика такого контраста и единственной борьбы противоположности, структурности, порядка. И красота душевная, где форма следует эмоции, где на передний план, на аванс-сцену истории выходит фон, и где главное зацепить зрителя. И дальше мы начали ваше отсутствие, Люси Аня, утюжить классику и успели сделать уже несколько заданий. Ну, это так пропускаем быстренько. Такие мифологемы, которые лежат в основе классической типографики. Персонаж Чихоль, который нам помогает изучать классику своими бессмертными афоризмами, которые нужно относиться с осторожностью. Вот эта установка на то, что все на самом деле утоплено в культуре, все зависит от конвенции. Красота одна, а вот способы ее выражения различные. Она помогает одновременно говорить вот эту фразу и несколько дистанцироваться от категоричности его заявлений. Мы рассмотрели шрифты, классики, отметили вот эти качества. Воздушность, легкость, прозрачность, гармоничность, мягкость, нежные изменения толщины, штрихов, или что то же самое, малокаллиграфичность, малоконтрастность. Тут еще нет, мы заметили, мы заметили мелкое очко строчных букв, как характерная особенность всех классических антиков. Но не вдавались в эти нюансы, а отмечали общее качество всех шрифтов, которые пользуются классика. И то, что серебро в классическом пространстве зарождается уже здесь, на уровне букв. Вот это серебро. И первое, еще более там простое задание набрать в разряточку свое имя, прописные в разрядку довольно большими межбуквенными пробелами. Разрядка должна зрительно уравновешивать внутрибуквенные, межбуквенные пустые пространства, достигать их зрительного гармоничного баланса. это все не вы, это предыдущие поколения горем пополам настраивались с этим. Это первое вручное освоение этой теории. Второе задание на расстояние между словами. И здесь мы на этом уровне выяснили, что расстояние между словами грубо говоря маленькие, а если точнее таковы, что созидают нераздельность строки при неслиянности букв. Вот такой эффект строки как строки. И коу на голове уже обтесали относительно того, что именно строка является основой типографики. Это простое, но абсолютно фундаментальное вот абсолют типографика, если говорить, что такое абсолют типографика, это строчность. Вот научитесь строчку делать и все остальное. Вот она, кстати, сейчас приходила, я вам раскатывал. Я под эти имена начал такое легкое знакомство с предыдущим поколением. И вот много лет спустя Саша Щербович приходил как раз на Абдурашидова. Классическая строка. Третье задание на третий уровень классического пространства на расстояние между строками, которое должно быть меньше, чем расстояние между словами, то есть позволять считаться этим строкам, но не настолько большими, чтобы разрушать плоскостный характер набора. Вот здесь тоже баланс, здесь тоже все на чуть-чуть, здесь тоже все на глаз. Вот цитату только словами из брошюры. Ну и да, и свои фамилии, имя, отчество. Набирается три строки. здесь одновременно расстояние между словами и между строчками проверяется. И цитата из этой брошюры про классику. Вот основы. Вот там, смотрите, 10 марта уже мы прошли с тем поколением. Я думаю, что мы будем в ускоренном режиме лекцию за три, но сейчас получается только в два раза быстрее, а не в три. Итак, по итогам этой первой лекции были типографические задания, и эта неделя была дана на то, чтобы обрубить эти хвосты. Как там, снимаем порчу и что с ним делают? Обрубают? Значит, здесь яблоко А, яблоко Ф, нет? Сразу идти. Как-то не так делали. Вот это мордость? Кто у нас руководит? Не же не делали? А я так и будешь руководить. Смотрите, как я мучаюсь. Простите, пожалуйста. Эта неделя была на то, чтобы хвосты подобрать, но вам с хвостами оказалось комфортнее. Ну, просто какой-то минимум оказался участником вот этого. задания задания те, которые что ладно. Как мы будем смотреть? Пошли, сразу пошли. Я вижу. Спасибо. Вот это что-то, от кого это часть? вот это что за перевернутая баночка в туши? Сейчас бог вас признавайтесь, это же ваши портреты. Нет? Кусок. Вот именно. Что за шадин такая какая-то? в прошлый раз МЖУ я заставил в классе наковырять их дырок. Вот она дом такой коврик из этого изготовила. Но это не композиция. Орнамент это не композиция. Заполните равномерно каким-то пятном поверхность. вот и вы как бы манкируете этим заданием. А потом оказывается, что поставить две буквки рядом большая проблема. Мы уже решаем какие-то на втором курсе уже решаем глобальные задачи. Уже там презентации делаем. Мувики нам подавай. а спирку между А и Л чтобы увидеть. Непонятно, что нужно сделать. Что еще нужно сказать, что еще нужно показать, как еще нужно объяснить, чтобы Лера здесь. Ну, вот что смотри, мы же разбирали. Нет, расскажи, ты это видишь? Может, у тебя что-то там с зрением не видишь этой дырки между А и Л? Да или нет? Начинаешь видеть, продреваешь. Остальные видят вверху? Да. Семь. Семь. Ну, вот это немножко поровнее. Первый вариант был недалеко ушедший от Леры. Ну, здесь же в типографику это задание на антиквы на эту самую цитату вот тут чье это кто-то вот тут много разных знаков припинания запятых целая куча да тире вот это в принципе можно и так оставить оно нормально более-менее набрано и строчки хорошо расположены но дело в том что вот когда такая композиция акцидентная выделенная с коротким там количеством строк вот так вот очевидно где разделение этих строк и какие-то знаки припинания то можно обойтись и без этих знаков припинания то есть композиция побеждает а вот у нас те на льжин побеждает грамоты как сделать так чтобы поменьше был масштаб водовая фут от вас и хуже того без запятых для понимания службы вот так и говорите редакторам или там корректорам которые будут настаивать на том что где должна быть запятая когда когда из композиции понятно когда композиция решает вот эту задачу знаков припинания тогда можно без них обойтись подряд можно все не утюжить но как Валерия написали в имени в беркой так и в талагаеве та же самая дырка и здесь вокруг а так оно и осталось но вот это особенно а но у каждого свои особенности буквенного эквивалента буквенного организма у каждого свои сложности в сочетании букв в имени но уж свое то имя нужно точно так же как с модой нужно знать эти особенности и с помощью одежды подчеркивать достоинства открывать недостатки вот возьмите и про свое имя уж все все эти стыки изучите и сделайте не последний раз пишите эти слова в жизни сколько там визиток а может быть еще авторы книг будет или табличку себе сделать на дверь возьмите сделайте себе один раз красоту и будете этим пользоваться не говоря о том что это упражнение на основу основу типографики на то чтобы почувствовать вот это пространство невидимое почувствовать пространство строки почувствовать линейность и плоскостный характер набора вот следующий шаг вот такой вот если это на пространство листа где нужна эту форму то не надо на вылет делать задание было дырка как драгоценность как форма которая нужно любоваться и с которой нужно сделать полноценную композицию зачем же ее рвать на части или зачем ее выводить в край листа на листе расположить так чтобы этот воздух листа омывал чтобы она со всех сторон чтобы это имя купалось в этом листе данное далеко но тем не менее так сказать по составу композиции это хоть что-то это не вот это почему почему он уходит я никогда не поверю что маг лучше писем не тогда не хочет что-то вообще зависит почему не хочет очень странно про что ты видишь он показывает черный что вытаскивает вытаскивает управление в автошколе и главный педаль как это расстояние как абсолютно хотели хотите чтобы вы посмотрели автор этого шедевра как абсолютно не катит как композицию фигуристы которая из этих элементов абстрактных но это уж совсем край но все равно попытка сложить из элементов какую-то фигуру это уже там порочный путь но очень не знаю что за перекосы у вас пошли дальше перекоса в голове но я не понимаю как вот взять и и продолжить эти вот это что такое вот и что это такое красота а главное ну вот немножко немного хоть на что-то похоже какая-то динамика какая-то разница в масштабе большой средний маленькая что-то придуманная там про себя наверное вот этот характер такой вперед и вверх убрать немножко влево так таким заходом налево но потом прочим в костернии звездам есть какой-то хоть какой-то смысл но собственно это все вот это сколько человек да давайте посчитаем вот это лакшанова лакшанова здесь не доехал она мне последнюю прислал когда я уже когда уже как бы выключал я выключу компьютер смотрю не выключился в почте я вернулся выключить перед этим маша была но оказалось что и после еще но мы договорились воскресенье на дедуай ну как 0 0 0 0 или хотя бы в час 5 и другой день катерина меня удивила очень и вот оказывается что вот и вот это простое упражнение это такой тест наступительный когда-нибудь да надо будет наступительный предложить компьютер а можно нам нужно буквы на вас такие вырезанные давайте закроем вот это ваша ну как-то хитро то есть по графику смотри на все посмотрели посмотреть нечего и количественные качества и как переходить к следующему заданию который будет на следующем уровне и будет значительно сложнее я не знаю не остается только я как бы потопа пыталась так это никогда в жизни не удавалось следовать этому не обращать внимание на тех кто ничего не делает не хочет делать но вот но ну как вот взять и и перестать обращать внимание на катю задников ясно что пока я как не выбью правильную строчку живой не ведешь и потом вы там будете ходить и говорить вы в ргд учились а потом где-нибудь написать вот так строчку ну а главное что это за строчка это на самом деле важнее всего что делается потом до основу всего остального сожалению вот прошит его не допечатали еще пару плакатов вот это могло бы украсить еще кое-кто два плаката заявил и и так и не доделал но сейчас уже че не доробиться можно но заделать то мы бы сейчас заделали бы его и посмотрели бы там еще броски и религии конечно вот этот не трофима спрашивал а вот там уже же был еще с кадром таким с пленкой почему там не доделали ладно я ему скажу за сами сам с вами разбирается почему не доделали короче все про вас расскажу это что касается дрожит и теперь что касается бродского кроме пожалуйста давайте дальше следа подряд сначала подряд а потому что вот так вот как 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 да 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 затупил да 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 ладно мак такой же вообще там все нет нет да он зависит как там давайте а другую программу все уже раз протормозил ну ничего я не сказал что хорошо так аня лягусей немножко вот этот пустоватая информационная типографика было бы стабильнее р и б гораздо лучше выпадает вот эти вот читабельности буквы и совершенно непонятно почему формата уже быть горизонтально что что здесь добавлять и это как-то еще немножко напоминает какой-то схема разъемки души это горизонтальность тут ни к чему почему нельзя было даже сама сделать вертикально мы называем авторов или смотрим безумен это честно как мы сейчас будем разыгрывать и отмечать начало про анализируем а потом проведем пока анализируем не называем не называем да в смысле после голосования потому что 10 15 плакатов на братского сделали чего половина но там было на филису 5 где-то по которым можно было говорить опять тормозить ничего не сделайте сейчас единственное здесь нет у меня большой претензии к этому нет единственное что если рисовать сетку то нужно чтобы не только типографика но и план попадал бы на эту сетку ответ на вопрос автора а если он сделан не по сетке это значит сетка плохо выбрана надо сделать просто поменьше идти от плана найти сетку для плана просто мельче не бывает такой фигуры которого не вписалась сетка значит просто еще мельче ячейки сетки построить эту сетку типографику подрулить под архитектурную сетку они наоборот поставить по графику за такой а у меня архитектура не по сетке это же сетка для того чтобы показать образ мышление архитектора вот это вот пространство пространство которое а возьмите себе переносные вот эти пульчики и поставьте портер все еще должны Игорь Иванович, несколько раз, если будете нажимать, он так и все поступит. Я же хочу... О! К концу. Вот я знаю. Да, да, сейчас остановилось. Видите, она так... Просто не знаю, как это умеет. Как это умеет. А что сделаешь ты там? Все, перестал. Не тормозил. Не знаю. Надо другую взять. А что вечера? Размейте? Хорошо. Стопка эта камера была. В следующий раз другой берем. А тут вообще нет. Который у нас стоит. А это твои романтики. Ага, странно, странно. Ну, по-моему, неплохой. Видишь? У меня были пожелания, когда были по той очереди, мы их увеличили. Сейчас не читается, вполне можно печатать. С этим помочились, но здесь уже ничего не выжмешь. Так, закрыв глаза, можно сказать, что что-то претензии на концептуальность получилось, но как шрифтовая композиция, конечно, это не шибет. Мы читаем февраля 2010. Мы читаем февраля 2010. Что мы читаем в фоказе? ГД, который потом соображаем в догонку. ГД 20-е, а больше всего, что врага 2010. И при всей этой заковыристости и претензии на вот этот футуризм, на этот флог, как там в этом, в театре Васильевой я смотрел. Евгений Олегин там так читает. Бой, дядя, ам, чек, правило. Вот так вот буквально. ГД, дежурку. Дай бог! С криками. Идет так же. Ба, да, да, я. В всю группу. Ба, да, да, да. Не сбавляет там подальше. ГД, дай, да, 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 да. И потом какая-то совершенно тупая бюрократическая подробность. Трилетка, улица, дом, дом, это как дядя, как дядя. Так что, такое-то противоречие между претензией на флога, понимаем. Короче, здесь уже нет силы дальше бороться. Но так, как бы формально, более-менее довели до какого-то результата. Здесь так и не довели. Очень хорошо вот эта геометрия ракурсных строчек сочетается с этой буквальной сеткой архитектурной. Все было бы хорошо, если бы человеку нос не прищемили. Вот это, это ноздря, из которой вычислили, там, входит. Но это какая-то физиология абсолютно неприемная, неприятная. Ну почему голова-то нахер? Ну почему просто поставить? И потом, как бы, что он делает? Если ты здесь говоришь, что он смотрит, то покажи чуть больше лба. Сдвинь вниз, поставь ровнее. Нет, он так, как бы, сует нос туда, чтобы ему его счет прищемили. И голову на бок, и почему-то так много рта при этом. И здесь тоже, там, ни два, ни полтора, ни один глаз тоже. Может быть, даже если бы в фотошопе вот это убрать, то было бы тюльнее. Но все равно чуть ниже нужно глаз опускать. И хочется, чтобы вокруг него, вокруг него что-то было, чтобы он не был частью архитектуры. Сейчас он просто стал, как арка такая, перекрывающая этот пролёт. Так что, простая вещь, поставить кадр, кадрировать портрет. Если доведешь, то можно было бы и напечатать. Можно было бы и напечатать. Хотя, совершенно непостижимой логикой поставлена вот эта вот строчка. Вот эта ломка пространства, всё, резкая тень, ракурс этой избушки, этих стенок, поддержанная ракурсной типографикой. А сверху, хорошо, если ты хочешь создать слой, от которого бы отделялась вся эта ракурсность, то тут должно быть в 10 раз всё громче. И смотреть при этом нужно. А тут какие-то такие гвоздики идут. которые прибиты к пустоте. Вот эту строчку тоже нужно убирать. Ну, просто убирать, а не пострадает смысл, если её просто не будет. Оставить всю эту типографику и иллюстрацию и найти, наконец, потери на лицо Александра Грёвцева. Это, по-моему, последний вариант. Ну или менее. Здесь я хотел, чтобы автор записал там 15-0-0 ещё там строчечку, чуть там третьим слоем побогаче сделал, так и не дождался, но тем не менее, вполне, здесь, к сожалению, не видно границу листа, вполне приемлемый результат, вполне не стыдно напечатать будет. Здесь я автору там сказал про то, что прочесть невозможно слово строчная прописная в ВШГТ вот так вот. Тоже так не дождался. Видимо, у вас другая без доказательства. Ну, мейл всегда есть, который... Ну, я... Там не было, там не было. Ну, я точно отправлял ещё один вариант. Вариант другого плаката совсем. Да, ну я вообще отправлял. Я же говорю... Я ещё даже кусок кропа специально с информационной частью отправила. Ну, ладно. Это что, значит, демоноват. Три адреса. И в шрифте пропадают И, Н, А. То есть в шрифте может быть такой перепад по пятно, но где-то в одного уровня К вполне достаточно там точную букву и плотную, наполненную. А совсем уводить так, чтобы не читалось. Илэр отвалилась нога. Ну, и Д какая-то китайская совсем. Короче, здесь не очевидно. Но это ещё хоть как-то можно прочитать. А в РГД совсем обидно. Хотя, в принципе, какой-то есть здесь. Здесь тоже присылал переделанный, нет? Нет ещё. Я не ничего. Тоже шрифт выглядит каким-то несоответствующим этой картинке. Картинка тоже такая с претензией до концептуальности. Такая как бы сетка, порядок превращается в какой-то живописный хаос. может быть это плитка осыпалась в туалете даже в тяньке. Может быть книги посыпались мудрость так сказать есть мой друг Горацио что вашей мудрости нанеснилось. Вот это как бы деконструктивизм такой этой жизни которая напирает на этот строгий порядок. То есть картинка вполне занимательна и поскольку заполнена то и держит лист. Это не прочесть нельзя ни рассматривать неинтересно. Выбран шрифт с крупными засечками которые здесь не работают. Он может быть супержирный чтобы подыграть. Он может быть обрезанным. Он может на остатках работать на таком резком. Все это может быть. Но в том виде как это сделано это неприемлемо на всем. Здесь выход на рамки условия появился цвет. Но если печатать, то печатать можно с цветом. Но чтобы поставить его в одинаковые с остальными условия, я агресс-кейл сделал. Так что можно его и так смотреть, и он немного потерял. Вполне приличный адвокат. Вполне неступно за вопреки. Яненькая типографика, но как бы из того, что было, из того и из Витиля, но полюбить это трудно. Александр. Это что там, про Александра? Почему он такой громкий? Громче Бродского. Вот эти остатки непонятные, их можно было как-то организовать на листе более либо живописной, или более упорядочной, или туда-ли-сюда. В общем, ни туда, ни сюда, ни два, ни полтора, что называется. Но хоть как-то, хоть что-то все-таки там доделано. А в крупные не ездят. Вроде нет. А как в этом? Ну ладно, здесь наверху написано «Большое экономическое школо-грактическое дизайне», кто не видит. Но сначала там просто автором писал прописную букву, мы убрали на срачные. И больше здесь добавить нечего, вполне прилично лисит. Напечатают, а если еще и в конкурсе будет доволен. Но тоже так, как с предыдущим, позатем, вот с этим, они как-то братья такие тоже терпимы. «Короче, я бы его не гордился. И шорт-лист не включал сейчас для голосования. Тут Лера, по-моему, натворила. Тоже с претензией вот это вот не знаю, что-то видно здесь на экране. лето 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 ты здесь иголочкой реально прокалывал все это? Представляете, какая трудолюбивая, неленивая. фактура вручную созданы хорошие. Вручную она обвела. Тут видно. Нет, если поставить ровно и посмотреть на расстоянии между боксами. Видно, видно, нет, все ровно, это же видно, пространство видно, ненависимо от того. Даже наоборот, я вам советую смотреть расстояние между боксами неровно. Смотрите, с обратной стороны на браслет. Вот это вот совет вешать по дороге в туалет. Это значит активизировать установку восприятия на неожиданный и мгновенный мгновенный вгляд. Мгновенный, беговый вгляд. Когда художники, делаю там несколько шагов отходят от Монберта, зеркало иногда смотрят. Это вот остранение, которое позволяет увидеть прежде всего форму. И поэтому для того, чтобы посмотреть ровно типографика или нет, вовсе не обязательно переворачивать. Достаточно вот этого вертикального. даже оно и хорошо видно, как этот поток устроен. Оно как в вот этой вот структуре пространства. Именно на пространство и задание на слова. Вот увидеть, что меня больше всего как раз и расстраивает, увидеть строку, как единое пространство. Вот в этих коротких заданиях с этим как раз наибольшие обломы. Вообще наше искусство, оно такое вот рассчитано на такой беглый взгляд на мгновенность восприятия. Мгновенность. Вот мы вдоль секунды оцениваем произведение, кто будет участвовать или кто участвовал в отборочных комитетах, там, жюри. отборочных комитет особенно показатель, когда можно, когда нужно перелопатить огромное количество материала, отобрать на золотую пчелу, допустим, или на другую выставку, то со стороны посмотреть и сопоставить это с тем трудом, который вложен был в то, чтобы это все создать, напечатать, запечатать, упаковать, похвать, получить, распечатать, разложить, поднести, с этой долгой дорогой к этому мгновенному взгляду, то наверное очень обидно автору, когда налево, направо, налево, направо, и там время от времени возникает какая-то ограниченная ситуация, когда там приостанавливаются и начинают пробираться, а что там написано-то? А что за тема такая? Это точно так же не важно и для зрителя, какая тема и что там написано, если этот мгновенный взгляд не оценивает изображение как достойное этого дальнейшего продолжения отношений. Если мы в доли секунды не схватываем это изображение, не цепляемся до него взглядом, то какая-то там не была концепция, какая-то там полезная важная информация в плакат или в любое другое произведение графических делами не была наложена, это все коту под хвост. Все коту под хвост. Потому что наше искусство прежде всего формальное, художественное, а все художественное, визуальное, визуальность, пространственность визуальная оценивается вот таким взглядом, быстрым взглядом, когда невозможное возможно, дорога долго и легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка. Что это? Про информацию, про там какой-то образ, впечатление. и вдруг оказывается, что там а впереди там перед этим Россия нищая Россия. Это стих там блока про Россию. Про нищую Россию. И вдруг взгляд из-под платка, с которым там ничего дальше, никакого а дальше будет, не будет. а дальше было, не было, не будет дальше. Но оказывается, что этот мгновенный взгляд делает невозможное возможным и дорогу долгую, легкой, то есть придает силы, то есть придает, наполняет каким-то духом этого путника там зрителя. И это передается независимо от концепции, информации и от прочей полезности. Но это так, пользуемся случаем опять о главном, вторая песня о главном называется. возвращать к плакату, ты сделала невозможное возможно, сделала эту художественную наколку, такое труд вложила в это. А потом сделала все, чтобы это было не видно. Забила этой информацией, сверху шапку нагрузила на первую букву, перевернула сверху вниз, так что никто никогда не читает так, что эти слова обрушились вниз. Вранила просто на пол, оторвала мышке лапу. Когда вот так вот слова, то это нисходящее прочтение, переверни листочек, здесь есть такая функция, и он сразу вверх полетит, и сделает из него события, не знаю, успеешь до субботы или нет, но всю типографику прикинув, все это многословие, и посмотреть, полюбоваться прежде всего на то, что ты сделала с этими словами, и подумать, какой нужен гардер к этому главному блюду. А ты сейчас превратила в походе незаметный гарнирчик к огромной эмблеме ну зачем она здесь нужна? В ШГД к этим датам. Если ты играешь в минимализм, задаешь вот эту точечность этого прикосновения чем ты там кололась? Колись. Лавкой? Сейчас ты посмотрели. То очень такая просто какая-то как-то акупунктурная такая медицина. ты задаешь этот ритм такой тишина. знаешь, ты делаешь плакат вот в таком ритме. Еле-еле слышимый. Так много-много даешь этого этих тонких прикосновений. И рядом с этим с этой акупунктурой это даже не скарпишь, топор такой вонзайцы. Море этих строчек. В минимализме если играешь на минимуме, то любое отступление от этого ритма, от этой фактуры уже нестерпимой силы звук, уже крик. Очередной автор известен, очередной шедевр из этой серии, но по-моему немножко халтурный. Ну, я точно знаю, что следующий будет смотреть тяжело. Так мы его хоть как-то выровняли по фактуре, но мне кажется, что это повторяется. Так, как бы теперь увидеть все вместе? Просто я сейчас проведу такое начало отборочного комитета, а в том же видео, потому что дело серьезного, нам нужно определить одного победителя, который точно будет напечатан. Все остальные из допущенных, а покрупнее какая-то была... О-о-о! Так нормально? Значит, смотрите, да, чуть-чуть покрупнее, прости, у публики, нормально? Нормально? Народно было видно. Народно видно? Вот все видно. Вот все, ну, замечательно. Значит, смотрите, в отборочном комитете обычно сначала составляется там шорт-лист, откидываются слабые, да? Можно так пойти. Можно, например, в рулении такая технология применяется, когда сначала номинируется, чтобы составить шорт-лист, номинируется на продолжение обсуждения. То есть жилье ходит, смотрит все, если у кого-то есть, вот там золотая пчеля, каждому дается своего цвета стикер, и они клеят эти стикеры под их предложениями. И если есть там как бы один голос, то сразу подникает уже вот этот самый шорт-лист из тех произведений, где больше, чем, где один голос и больше. Но поскольку автор будет сейчас голосовать за себя, поэтому неизбежно, поэтому мы так оступим. Если есть два голоса, мы оставляем. Так, кто выдвигает этот адвокат на единственное пчасть? Ну, он как бы сказал, что он не в этих. То есть он горизонтальный. Все равно мы опускаем глаза, потому что он плохой, я бы отдавать. А у каждого он по-настоящему. может, мне кажется, что это хорошо. Так, поднимай руку, без обсуждения. Два голоса есть? Вот. Так. Два голоса есть? Есть. Есть два голоса? Есть. Даже четыре. Два голоса есть? Да. Где да? Что да? Что значит да? Не видно, да. А еще есть да? Тогда уже два да нужно. Да. Да. Так, поехали. А? А? А, 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 нет, это я снимаю, это недоделанный. А, вы все недоделанные снимаете? Когда недоделанные, все снимают, да, да, понятно. Тогда вот так тоже снимается, потому что он недоделанный. А почему нет? Потому что организонтальный, я не пишу про это, я его принял. Я его принял как бы в том виде, это я говорю только в том случае, если я как бы стою в особых отношениях там и не удовлетворен их качеством. Извините, тогда я не знаю. Здесь, здесь как бы идет переписка, там, вот как здесь, например, там сказано, но не сделано. А я его не выставляю, это я уже выстрелил. Я больше вообще не буду искал, господи. Следующий. Вот это? Победительный. Так. Это тоже недоделки. Этот? Есть, да? Вот этот? Ну, нормально. Так. Вот этот? Да, да, да. 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 по итогу первого тура, как говорят в этом, контрольная закупка, да? У нас Почти все, нет, 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 нет. А второй тур вышли. А почему? А куда вы вышли? Ну как, ну как, ну как, вот взять, сюда поставить. Это видно, но почему они не тасуются? Почему их нельзя переместить? Как, 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 как в любом этом салоне. О, отлично. Ну, потому что мы их не видим. Потому что мы их не видим. Мы их не видим. Нет, не троечку убрать, здесь лицо поменять. Значит, готовые вещи. Мы же сейчас, у нас конкурс едет годлайн. Годлайн? Понедельник. Значит, раз, два, три, четыре, все почерпнуть, пять, а показать, почему не на самом деле. Девять. Один, пять, шесть, семь. Я никого не забыл? Нет, вот это тоже, могу, слово. Восемь. Значит, во второй тур выходит восемь прокатов. Теперь как бы начинаем, и теперь начинаем голосование жесткое, когда можно проголосовать только один раз. Вот посмотрите, пожалуйста, на эти восемь прокатов и решите. Теперь напечатали фильмы Антона, молодцы, но говорят, прилетели там в последний момент и куда попало, там приклеили. Ну, Борис Владимирович, я позвонил ему, я спросил, он сказал, что это вот, потому что они опоздали, и пришлось там вешать, когда повесили. Но приходит человек в заведение, где он должен был, должен, где он должен увидеть за главный длокат. На входе, да? На входе, конечно. Значит, тот длокат, который мы выбираем в качестве победителя, у него еще, кроме дотации на печать, у него еще и вот это эксклюзивное место. Им мы встречаем гостя. Знаешь, какая-то неожиданность. Вот этот мгновенный взгляд, он еще хорош и этой неожиданностью. А все остальные можете, тут два варианта, либо, если вы освоили эту стенку и будете теперь, в принципе, это вот так на скотч как-то там намотали, да? Двусторонний скотч. Не двусторонний скотч, а из одностороннего. Двусторонний не оторвешь, только лестницы штукатурки. А там они в легкую как-то сделали. Может быть, так можно. Предыдущее поколение делали так. Мы ставили эти мольберты, вытаскивали, и за спиной была такая Лизмокла выставка из 5-7-10 плакатов. Так что не знаю, как лучше. Может быть, попробую действительно так вот, как у вас получилось. Но тогда это будет с остальными плакатами, которые напечатают уже сами, в том числе и доделав их. А главный плакат, которым школа встречает гостя, внизу, на входе, может быть, на мольберте или на стене, не знаю, как надо посмотреть. Но во всяком случае это будет победитель нашего конкурса. Итак, голосуем только один раз. Посмотрели? Итак, кто за этот плакат архитектор Александр Бродский? Счетная комиссия. Так, сейчас совпадает. Восемь. Кто за этот плакат? Один. кто за этот плакат? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Фенин. берет на руку. 18. Кто за этот плакат? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотрите. Кто за этот плакат? Раз, два, три, четыре. Кто за этот плакат? Раз, два, голосование алина молодец а кстати да там тоже должно быть нечестно Там должно было написать 50-0-0 и написать лажа, косяк. Косяк, есть такой немного. Ну ладно, уже все, хорошим вам. Ну, кстати, у нас получилось серебряная и бронзовая медаль. Вот это тройка, да? Да. Смотрите, раз, два, три. Очень даже неплохие плакаты, вполне взрослые и нестыдные. Так что с Бродским, как ни странно, получилось и больше, и лучше, чем с Абдрашитовым. Еще придут все. Будет здорово. Да, совершенно непонятно, что творится с посещаемостью. Почему такой плохой... Ну, можно хоть и не особенно прибавить, я же давай с вами. Я сделаю обучение, но я с ними расписываю, правильно? Я в перерыве уже тогда. Здесь вот так... Это же не Бродский, которые участвуют в конкурсе. Тут в основном доделки. Но вступлений мало? Не было? Вообще, знаете. Не знаю. Хочешь, давай, вообщем. Конечно, могу. Для меня никто чего не выполнил. Отлично. Это, по-моему... Инжио, да? Да. В конце концов, как-то вырулило на вполне приличный уровень. Ну, там придуман честный повод для плаката, и какая-то абстрактная клавишная композиция вполне может его элитрировать. Здесь, ну, просто непонятно. Причем здесь классика, причем здесь музыка? Автор здесь, это... А? Что было? Что было, то было. Ну, что было в замоке? Почему? Не, ну... Хорошо, ну, отнеска. Ну, а эти... Прищепки, кирп уехал, это что должно... Зачем-то... Сюжет какой? Что ты сюда вкладывала? Ну, не так можно. Согласно, можно сразу писать. Ну, не, ну, просто интересный ход мысли. Что означает пустая вешалка и эти прищепки? Или вообще ничего? Хороший образ. Может, что угодно обозначать. Легенду отлично. Любой можно прям прилегать туда. Я про легенды и спрашиваю, да? Нет, ну, почему? Ну, ноты, которые можно... Ну... Бытовые ноты такие? Нет, ну... Ну, да, можно увидеть, что там, каких-то вещах. Тут для Аваткарна. Музыка, то есть музыка, там, простой... Такой неориализм, что это, там, маленького человека и простых каких-то бытовых дел. На причине структура я не спрашиваю. Должно опять... Нет, ну, хорошо, но... Ну, 20-й станет там не трудно дляфантазировать. Но никакой фантазии не хватает, чтобы соединить с этой схемой графической музыки. Есть даже такой стихотворение, но арка у меня с белой стихой. Это, вот, основанная с этой длиной, но... Хорошо, но через банальные вещи классическому музыку никак не передашь. Визуально? Тут можно только там целый день стирает прачка, а муж ушел за водкой. На крючке сидит собачка с маленькой бородкой. Тут только такое можно увидеть. То, что ты рассказываешь, это у тебя в голове. На листе этого нет. Здесь весь лист прикрывает вот эта мощная декорация, поэтому типографика может быть только... Как бы никакой. Не специально расставленный, не вертикально поставленный, а просто нормальный блочок текста, который не мешает черному. Я не могу достучаться до автора. Он продолжает ставить какие-то вертикальные строки, так или сяк, ничего не меняет. Подыгрывая этой строкой, как палкой, вот этим кривым буквам. Кривым линиям. Она не должна быть яркой. Она не должна быть палкой. Она должна быть информационной строкой или там несколькими строками, про которые можно было бы сказать, что это информационные строчки, без претензий. Это текст. Нет, ты превращаешь строчки в композиции, которые мешают тому, что уже почти все сделано. И здесь то же самое. Я говорю, что типографика должна быть... Не нарушать это, не сильно нарушать, не нарушать невозможное. Не нарушать это, если только вот сделать, как Лера сделала, там, наколка такой. Тогда совсем будет белое по белому. Типографика будет серой, любая, но не очень серой, чтобы не мешать вот уже сделанному, главному иллюстративному образу. Но не настолько же, как здесь. И не так потенциозно. Вот это такой невероятный выпендреж. Чуть сдвинуть буковку влево, вот что такое типографика. Мы сдвигаем как бы буковку и сразу получаем какой-то оглушительный эффект. Вот поставить так вот эту заголовочную строчку на вылет, это значит произвести вот такой очень сильный звук. А у тебя уже здесь уже все сказано. И задача поставить не так, чтобы он к себе привлекал внимание, как к какой-то эффектной типографике. А так, чтобы это был просто текстом, который бы пояснял, превращал бы эту картинку в флакат. Текстом, текстовым, скромным, информационным образом, без этих претензий, без вот этих типографических спецэффектов. Тут я не сумею разгадать этот ребус. Если автор здесь... Ну, кстати, Тарайх. Может быть... Может быть... Лепускоп... Лепускоп-1, но красивый лист. А чей-то замысел? А? Вон там, ее. Вера? Райх полный софет. Что за музыка из этих точек? Что у тебя за предметы здесь? Это что? Это... Кусочек? Азбука Грайя. Да. Шлема скипирована. И реально здесь что-то написано? Да. А что именно? Ну, кажется, да. Вот это написано? Шесть строчек. Это музыка для... Сначала я просто... Все это было на английском. Я подумала, что... Мы берем на английском, поэтому у брайя остался лотинский. А? Строчки по-гарусски. Ну, мы не постеживаем. А это что за фактура внизу? Кожа. Что, кусочек... Табуретки там, да? Да. В нашей... Кожа в роли кусков герева, да? Или как? А раке в роли классика? А правильно, что здесь делают? Я не понимаю образа... Хода мыслей. И этого образа в результате. Как ты себе представляла? Взгляд на это. Так же, как здесь. На чем это строится? На картинке, на типографике. И что значит китайский бах? Тоже было сначала по-английски, потом на русский перевели. Лера! Ну, листы, это целая красивые. Это кто? Да не очень красивые. Да не очень красивые. Приятно. Почему типографика перевернута и стоит... Ну, как бы так... Ну, это уже профессионально. Но в целом он красивый все-таки. Ну, вот кусочек вырезать из этой ажбуки, конечно, будет красиво. Нет, да что-то не кажется красивой. Потому что она сама по себе красивая. Вот такой. Вот уже плакат был бы. Если бы он там про что-то был придуман, вот этот кусочек, то уже ничего делать не нужно. Не надо этим портить. Заполненности. А эта композиция там и по типографику очень странная. И я не могу согласиться, что белое пятно с таким аппендиксом, вот с таким вот здесь вот... Вот если посмотреть на это, как на белое, что она красивая. Но формы белого нет. Если формы белого нет, то никакого целого нет. А это Шопен чей? Ленки, тоже твое? Первый удар. Я не знаю. Жалко титанических усилий на потраченные, но я не знаю, как вылечить ни первый, ни второй, ни третий плакат. По-моему, это все перекладка. Здесь замечательный текст. Нет, над ним мелкий. Вася, Фарево, как бы не хватает какого-то уточнения. Откуда это Фарево? Что это такое? Там видно написано? Сергей Иванович, что же мне тут написать с такого нормального? Там написано? Да. Да. На самом деле, мне как бы не нравится, что Антон пошел по этой скользкой дорожке. Сейчас мы будем ставить реликвию, там будет уже третий раз использован один вот этот прием. На выставке, которая была на Казнецком мосту, мы с ним сделали плакат такого же типа, когда фотография и крупные два слова. Не курить, там не садить, по-моему, было. Теперь классик Фарево, абсолютно с тем же самым подходом. Сейчас будет Христос Воскресе. И так же Абдражитов и Бродский. Тоже как бы вот на одном приеме. Получилось раз. Все. Оставь это в стороне. Ищи новое. Не повторяй сам себя. Вот смотри, посмотри на фильм. Она сделала плакат совершенно другой. Совершенно неожиданный. Будь неожиданным, прежде всего, для самого себя. А так уже получает какая-то коммерческая эксплуатация наработанного одного и того же приема. Ничего хорошего в этом нет. Сам по себе Ничего плакат. Слова ты помучайся дальше найти какие-то. Его можно как бы довести, чтобы его иметь в качестве сделанной работы. Слова ты помучайся дальше. Слова ты помучайся дальше. Ты творил варианты такого масштаба и... А про религию уже вроде типа серии, да? Типа серии плакатов, да. А вот последний религий. На мой... Я думаю, вполне, чтобы не спрашивать, мне кажется, тянет. Как бы эту мысль можно прочитать? По-гулитовски. Я бы сказал, не по-гулитовски. Ну, а последний? Ну, вас любители, давайте, знаете, последний графический этот ход? В этом смысле, да. Продолжение серии. Ключ к Богу, наверное. Да, это все... Все о том же. Коэзистент. Это тоже как бы, наверное, практически на ту же самую тему. Что все религии – это вот... Дорога в небеса. Красиво получается на облаках, но уж и очень явная перекличка Сурикова. А у Сурикова была? Вот она, Сурикова. Поэтому на звездах, мне кажется, правильнее. Но здесь мешают очень близко вот эти две. Вот здесь звезды что-то слабое. Белкого-то видны. По карикатургу, мне кажется, есть звезды. Ну, здесь много вот этого мусора, такого, нижнего шума. Да, можно прибавить контраст, чтобы это исчерпло. И две очень яркие двеночки убрать, чтобы не мешать главному. И сплошного определиться. Или, может быть, найти такие вот облака, которые бы не вызывали ассоциации вот с этим небом. Но, как бы, по-моему, плакат «Внятные помысли» и «Нихлоко» по форме. Вот это одна из двух удачек. Одна из двух удачек, да. Чан, назовусь я. Мне кажется, симпатичная найдена визуальная рифма между пламенем и куполом. И что-то из этого могло бы быть, но не в том виде, в каком оно сейчас существует. Потому что просто написали все ижицы веру. Ну, здесь осталось только текст символа веры привести и детскую книжечку поместить, как там, по-детски получается. Тут может только литература спросить эту картинку. А следующая картинка, которая никак не открывается, читается вполне внятно. Я попросу на белом фоне, чтобы не было такого кладбища. Как это читается? Ну, крестом – это вы рассказываете то, что вы видите, читается крестом. А как можно месседж извлечь? То, что крестом – это впечатывается. Это мгновенный взор из-под лопатка. Это визуальная форма. А я сейчас дальше уже на следующий уровень, на разбор этого месседжа. Наконец-то в воскресенье. Наконец-то в воскресенье там. Поедем в церковь и будем там разжигать. Оторвемся по поводу, да? Воскресенье, соответственно, сравнение над рисунок, которые с косилами начинаются, что у вас сам основной жизненный век, как в этом году, что вы делаете. Ну, прямо это какое-то… Я так участвую. А че это пока? Ой! Еще как можно увидеть его? Это можно и так. Это можно там про основной век, какой вертикаль, прогрессанталь. Вполне. В воскресенье Христово, конечно, сюда однозначно. Там вспоминается, потому что это воскресенье. Но это же… После воскресенья Христово вот это все должно быть красным. Это там… Так он называет «красная седмица». Вот после Пасхи в календаре церковном все это следующее… Следующая неделя, она вся так и называется «красная». Но это же не про Пасху, это не про церковь, это про будни, это про ежедневность. Про ежедневность, в которой вдруг оказывается, что каждое воскресенье проваливается в другую реальность. Все это в слове заключено, и стоит как бы чуть-чуть притормозить на этом слове, чтобы увидеть, что этот день Господень, как бы вот он, в эти будни и сопряжены с этой реальностью, которая каждое воскресенье особо явно открывается нам. Вот это сквозь такую… Можно было бы еще какую-то добавить в эту сетку… Признаки какой-то сетки этой календарности. Ну как бы вот этой будничности чуть там усложнить. Единственное, что не… Очень красивая эта ижица или что это? Ну какая-то кривая. Можно было бы найти что-то почище, Уже больно это какой-то замшелый такой вид получается. Но вот это второй плакат, который у нас получился. Все остальное меня просто повергло в недоумение. Не знаю, мне нравится. Вот это меня и шокировало. Мне кто-то написал, я далека от религии. Я это увидел, но не думаю, что настолько… И все остальные тоже настолько далеки, что… Чтобы вот так как бы рисовать, совершенно не чувствуя вот эту реальность, когда можно там и доллары, и бутылку, и фашистский знак, как если говорить… Сквозь. Сквозь поставить, да. Как бы вместо головы, в том смысле, что там с ума может сходить по-разному. С ума может сходить по-разному. Вот одни там алкажи… Это же анти… Анти… Да, это… Это как раз наоборот. Атеистически плохое. Сы… 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 Я считаю, как бабу. А фашизм какой зато веселый? Видели оранжевый? Самый это считается хороший цвет такой. Цвет доверия и… Такого… Теплого распространения. Непостишимо. Вот это тоже как бы непонятное… Ход мышления… Но… Но… Что это? Пиктограмма там… Где здесь плакаты? Там… А, ну можно прочесть, как iTrust, типа… Во-первых, если… Ну… Да, IT… Я верю, iTrust. Вот мне первый в голову пришло потом… Почему тебе? Я говорю… Ну прошу прощения, это случайно. А вообще, где-то я слышал, что распятие в крест, который в христианстве, он был когда-то не крестом, но вот таким буквой «Т»… Когда-то давно… Но… Это… У меня это не подтвержденное никакими историческими фактами информация, но я это не слышал… От людей… Действительно, есть историческая версия, что… Там… Артеологическая версия, что… Там… Кресты, на самом деле, с очень короткой верхней вот этой… Перекладиной… И… Они ближе к букве «Т»… Но пока-то… К этому это не имеет отношения… Не имеет, да… О-о-о… Где-то, когда-то что-нибудь расскажет, то можно было бы как-то… Но… Ну… Та же самая идея, что… И… Прямо… Вот… В простых вещах? Нет… Нет… Прямо… А чья… А чья это? Я… Я не… Я не верю… Ну… Назначной… Ту же самую… В небе… Ту же трогали… Почему? Которые, в общем, приводят… Они… Они как-то близко пока не подходят, даже дальше с ним просто ничего невозможно сделать. Так же, как и с Фининым, какие-то лапки такие вместо рук, какой-то силуэт красивый. Ну, то, что говорится, да, понятно, для дизайнерских экспериментов, но из-за этого, и тут радуйся. Порадуешься тут, когда такие руки сделаны и в такое шму там все погрузили. То есть вот это принимается как после этого циничной такой радости, незамеримой глубине и невречебная тайна. И руки на третьем плане. Все развалилось ни по смыслу, ни по картинке, ни мысли, ни красоты. Но это тоже как бы непонятно своей какой-то далекость от религии, как бы вы слышали тут. Как бы непонимание того, что там в зубах нельзя ковырять, в дверях нельзя ковырять. Даже если придуман такой образ, что кресло – это ключ к чему-то. Это жесть, я не знаю, как это было. Ну, мало, мало, слишком для разных религий. Вот там кресло, интересно, кто сзади, который на герлоке похож на чем-то. Не, ну все, это все эскиз какой-то татуировки для Готов. Я не буду за счет. Я не буду за счет. Гура, скажи, что у тебя в голове? Что? Что у тебя в голове, скажи. Я очень надеюсь, что у меня в голове все-таки мозги. Ну и какая мысль порождена? Я не могу сказать, что это все. Ну, как бы, религия, она же изучает Бога. Но так и не выяснилось. Есть там там, нету, как бы, и оптиментали, и подтверждали. Они все равно кто-то ели, кто-то нет. Нет, 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 это детский лебедь, все ясно. Двеликий честь Бога. Все ясно. Меня удручил вот этот вот эскиз. Золотой дождь, такая коврога-бомбардировка страны, этими куполами. Ах ты сказал, ну это только эскиз. И напугал меня. Вот это, между прочим, могло бы быть двумя, там, шмейцами. Самили, двумя полосами в каком-то журнале праздничном. Открываешь черно-белый, потом раз, праздник. Причем открываешь там, ясно, надпись, а потом, как бы, надпись такая. Можно было бы сыграть. Но плакат этого мало. Ну и что, как бы, вот, мало не рождается этот ненавидный взгляд, ненавидный взор этот платка. И не зажигается. Так что здесь с религией какой-то сокрушительный провал. Просто два плаката, как-то более менее, которые можно назвать плакатами. Все остальное, все остальное такой, какой-то тяжелый темный бред. Катедола «Темный бред» из других стихов, на сегодня поэтических литератах. Поэтому следующее задание, сейчас будет перерыв, я пока одно задание объявляю. Мы сделаем... Перезаписывайте, запомните. Я вам напишу все равно. 10 плакатов. На какую тему, Львегия? На какую тему? На следующем, когда получили следующий, я не изучал. В следующем понедельнику 10 плакатов. Я не изучал, а почему? Какие версии? Кроме пчелы. Еще. Стенка на стенку. Абсолют чего? Чего здесь из Абсолюта? Абсолют? Релизион? Нет, Релизион. Вы сдаем. Ну, еще 15 секунд даю вам. Не из Валя? Абсолют? Нет. Не Абсолют? Не пчела, не Абсолют. Да, я тоже пас. Пас. На двумя. Ради пчелы? Нет, нет, уже не отгадать. Это клуб знаков. У тебя встречается Александр Друсь. Да. Отдаемся. Давайте подсказку. Нет, давайте отдаем. Я уже подсказал, дальше некуда. Ладно, перерыв. С этим уходим на перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok